Хоба! Привет! С вами доктор Влад. У нас те же 11 градусов и дождь так время от времени за окном льёт. Сейчас вот потише вроде. Новости какие. Воробьёв анонсировал скорый выход Подмосковья из ограничений. Ребята, вот я что-то подумал, знаете, что начнётся? Вот сейчас ограничения снимут, да. Ну, во-первых, народ перезаражается и опять будут скрывать количество заболевших, умерших и так далее. А во-вторых, сейчас вот для того, чтобы всё скомпенсировать, все вот эти магазины, ну, все продавцы начнут завинчивать цены, вернее, взвинчивать цены. Ну, цены вырастут. Вот. И будут жалобы, и государство попытается как-то ограничить рост цен. В результате опять всё с прилавков пропадёт, и разумные люди, те или те, кто в ком проснулся разум, просто будут валить за границу, и всё. Я так думаю. Ничего хорошего не ожидается. Ну, это так, мои мысли. Так, Гидромедцентр, Центральную Россию ожидают аномально холодной погоды. Да. Будет ниже нормы на 3-4 градуса. Дневные температуры будут от 12 до 17, в Москве, в частности. Будут чередоваться периоды потепления и похолодания. Это вообще лето, да. Ну, значит, с урожаем тоже будут проблемы. Ой-ё. Плохо это. В Раде рассказали о смене стратегии Зеленского по Донбассу. Значит, Зеленский пытался продолжить стратегию экс-главы государства Порошенко, но, увидев, что она не работает, решил её поменять. Ну, посмотрим, что будет. Да ничего не будет, он с Донецком не справится. Потому что там Путин сидит. В России создали материал для мастеровки военной техники под сугробы. Один простой вопрос. Если они собираются воевать, ну, не знаю, где-то в Европе, да, а нафига? Ну, откуда сугробы в Европе-то, да? Ну, зачем это нужно? Чтобы по России ездить, чтобы их не было видно, да? Танк упал, а его не видно. Ну, я вам рассказывал, танк упал в Петербурге. Выпал просто, и всё. Везли, везли, выпал. Названы способы повысить качество работы смартфона. Ну, немножко отключитесь от коронавируса. Смысл какой? Главная причина снижения работоспособности смартфонов – недостаток памяти из-за обилия приложений и файлов. Ну, тут прямая зависимость. Очень много сейчас. Во, давайте устанавливайте, устанавливайте. Вот это человек наустанавливает, а потом смартфон перестает работать. Он покупает новый и так далее. Это чтобы покупали просто. Ну, правильно он говорит, автор, в смысле. Нужно периодически проводить чистку телефона, удаляйте приложения, которыми не пользуетесь. Да, их, чёрт из два, ещё удалишь. Там изначально идёт смартфон. Там куча страшных приложений, которые гребут страшное количество памяти. Ну, в общем, вот так вот. Я им вообще не пользуюсь. У меня есть какой-то, ну, это... У Эмиля, значит, сына жены, там, он себе поменял, а старенький куда девать, он мне его отдал. Мне его так хватает. Я вообще не беру. Я его только заряжаю. Он сам потом и заряжается, потом опять заряжает. А мне не нужно. У меня вот есть десктап и всё. Так, всё, что ли, тут? Ага. Так, Евровидение в следующем году пройдёт в Роттердаме. Ну, хороший город. Я там был. Уютный городок такой. Спокойный. Ну, небольшой там. По-моему, даже миллиона там нет. Откуда миллион возьмётся, да? Ну, вот так. Обама выступил. Власти США не ведут, что творят, да? Это так. Так, Обама обратился к 27 тысячам выпускников в 78 колледжи университетов. Да, эта пандемия больше, чем что-либо, ещё полностью окончательно опровергла представление о том, будто многие руководители осознают то, что они делают. Да, ну, действительно, ну, просто это мрак, что творится в Белом доме. Просто мрак. И тоже он уже начал насчёт супер-пупер-ракет, точно как Путин, да? Бизнесмен Усманов вошёл в топ-10 богатейших жителей Великобритании. Да, ребята, гордитесь, гордитесь. Русский бизнесмен вошёл в топ-10 богатейших жителей Лондона, ну, и Великобритании. В центре Лос-Анджелеса прогремел взрыв. Ну, там дом какой-то горел, нежилой. И там что-то грохнулось. И вот пожарные пострадали, да. Так, Ютюбе удалил видео эпидемиолога, выступившего против карантина. Бывшего заведующего кафедры биостатистики в Нью-Йорке, доктор Кнута Витковский. Да, выступил против карантина. Ну, дурак, правильно, что удалили. Так, в России за сутки выявили 9709 случаев заболевания коронавирусом. Ну, чтобы Путин порадовался, да. Чтобы Путин порадовался, да. Снижается. Ах, в России снижается. В России свой собственный иммунитет. Кабинет министров разрешил иностранным спортсменам-то и тренерам вернуться в Россию. А что они там забыли-то? Ну, те, которые подписали какие-то договоры, договора. Кто имеет действующий трудовой договор. Мда. Ягудин осудил показывающий чушь Первый канал. Ягудин, МПС-чемпион. Короче, его там это... А, в Пусть говорят, какая-то передача есть дебильная. Значит, обсуждали, что Ягудин и актер Марат Башаров в состоянии алкогольного опьянения избили безбольными битами журналистов. Да что-то мне не очень верится. Рост числа заразившихся коронавирусом в России второй день подряд ниже 10 тысяч. Ну, счастье. И счастье пришло. В США, возможно, есть медицина, но здравоохранения не было никогда. Вот интересно это рассуждение. Есть такой червонец Андрюха. Это я уже залез на ЖЖ. Посмотреть, да, ой, как там плохо. Не хватает денег нормальному человеку. Всё это безумно дорого. Мне тоже не особо нравится медицина. В Америке, ну, я не буду сейчас подробно рассказывать. Но дело в том, что она работает. В отличие от России, в России вообще нет медицины. Никакой, от слова совсем, понимаете. А в Америке, и вот тут они всё время говорят, что страховки, там у многих нет страховки и так далее. Вскрылись причины. Вот во время эпидемии коронавируса. Ребята, коронавирус лечат в Америке бесплатно. Ну, сколько можно говорить, а? И опять же, если у вас какое-то заболевание, какая-то операция и так далее, и у вас не хватает денег, вас всё равно прооперируют. Потом выставят счёт. А потом вы идёте, я миллион раз уже говорил, мне уже скучно. А потом вы идёте в окошечко в госпитале, показываете документы, из которых следует, что вам нечем заплатить. И если найдутся спонсоры, обязательно найдутся спонсоры, которые оплатят вам всё там, сколько вы заплатили за лечение, 100 тысяч, 500 тысяч. Ладно. Так. Как команда... Ох, ребята, 50 лет назад Турхель дал. Да, Исенкевич. Ох, на судне Ра. 50 лет назад, какой я старый. Для меня это было, ну, как раз вот в юности, да, в детстве. Ну, в школе я учился, какая юность, детство. Прекрасно помню. Это были наши герои. Турхель дал, Исенкевич, да. Ра. Судно Ра. Ладно. Роза на свалку. Цветочный бизнес в Азербайджане переживает непростые времена. Да. Никто не покупает. Цветы, конечно, требуют заботы и внимания. В общем, тут рассказывается, сколько потеряли. Так. Ладно. Вот государство должно помочь. Вот тут Азербайджан, в смысле. Государство поможет работникам сферы туризма, гостиничного бизнеса, общепита, развлечений. Они наиболее пострадали из-за пандемии коронавируса. Так, ребята, да. Азербайджан, ну, держится пока. Молодцы. Юсиф, привет. Так. Более 80% новых выявленных заболевших в Москве младше 65 лет. Ну, столько дом сидят, да. А молодежь шляется, куда не надо. Понятно все. Америка борется с коронавирусом. Путин борется с Америкой. Это Борис Вишневский пишет. Две новости рядом в топе Яндекса. Яндекса. Американские ученые нашли способ полностью заблокировать коронавирус. Действительно нашли. Путин. У России есть оружие, которого нет ни у кого в мире. Да? Да. С ума сойти. Видать, в детстве войнушку не наигрался. Все грезит новым переделом мира. Насчет оружия. Просто это вот как коронавирус, так же и оружие. Помните, тогда в Сирии вот это ЧВК, да, тоже. У-у-у. Грозные какие. Частная военная компания. За пять минут с этих беспилотников 200 человек положили. Просто вот положили все. Вот вам армия российская, да. В России-то уже есть беспилотник. Его время от времени выпускают, а потом ловят. Рота солдат его в сетку ловит, чтобы не упал, не дай бог, он дорогой. В ряде российских регионов сегодня примут решение о снятии ограничений, введенных из-за коронавируса. Оренбургская область, Самарская. Так, что еще? Кузбасс, Крым, Ставрополь. Ну, он начнет, вот уже начнется вторая волна. А как же? Брат-22. Интересная статья Артемия Троицкого. Мне не понравился ни первый брат, ни второй брат. И вот он рассказывает, что юбилей. На этой неделе мне позвонили из нескольких медий и попросили прокомментировать 20-летний срок фильма «Брата-2». Ну, вот он рассказывает. Когда я посмотрел, ну, этот вот Троицкий, да, я, говорит, подошел к Балабанову, который снял этот фильм, и задал ему простой вопрос. Алексей, вы понимаете, что сняли фашистское кино? Да, это фашистское кино. Это полная хрень. Гопническая бравада, националистические понты, ксенофобский психоз. Да, ребята. Так и есть. Страшные фильмы, и один, и другой. Так, ух ты, а тут матом аж. Б, какой же пи. Пошла устраиваться на работу в Евромедклиник. Женщина пишет. 24. Евромедклиник 24. На должность менеджера по закупкам. Опыт работы на данной должности 10 лет. Ходил туда 4 раза на собеседование и введение в должность. Все было хорошо, я всех и всем устраивала. После того, как я написал заявление о приеме на работу, подписал трудовой договор и получил пропуск, мне позвонили на следующий день и сказали, что мне отказывают в приеме на работу, потому что моя внешность уродлива. И я похожа на запойного алкоголика. В скобках. Я не пью вообще. У меня, честно, руки опустились, и земля ушла из-под ног. Я не понимаю происходящего. Мне 47 лет. Вот мое фото. Женщина 47 лет. Вообще, это, конечно, мрак. У меня еще жена тоже удивилась. Вот она, когда съездила, после долгого перерыва съездила туда, ну, в Азербайджан, Баку, да. И там, ну, Первый канал, вообще телевидение российское было. Вот она посмотрела и обалдела. У нас дикторы, ну, 40, и 50, и 60, сколько угодно лет. Вот, а по российскому телевидению только молоденькие, хорошенькие, с бюстиком, с вырезом тут, значит, вот так. Она удивилась. И вот, да, действительно, вот такая проблема. Вот такая проблема. Вот пытаются они. Давайте, говорит, это расшарим. Такого ада не должно происходить ни с кем. Да, за внешность. Не за профессионально, а за внешность. Ну, или блат какой-то, или что-то в этом роде. Мы, говорит, в 21 веке, или еще в мезозое застряли, что люди не берут на работу из-за внешности. Да. Что вообще с миром не так? Так оно и есть. Так, история скреп. На 1 января 1939 года, вспоминает товарищ, да, Германия. В концлагерях 21 тысяча человек. В тюрьмах 100 тысяч. Всего 121 тысяча. В СССР 1939 год. В лагерях 1 миллион 317 тысяч человек. В колониях и тюрьмах 707 тысяч. 707 тысяч 751 человек. Всего 2 миллиона, 24, ну, 2 миллиона, короче, да. ГУЛАГ с впечатляющим отрывом лидирует и побеждает Бухенвальд. Я не знал, каких цифр, да. В Германии в концлагерях 21 тысяча, а в СССР в лагерях 1 миллион 300 тысяч. Прикиньте, да? Ой, ой, ой. Источник. Александр Залдостанов, известный как Байкер-хирург, в ближайшее время зарегистрирует свою политическую, собственную политическую партию. Идейной концепцией партии будет прославление мужества и героизма русского народа. Сообщается, что партия будет называться «За Россию без трусов». Не, наверное, без трусов. Ну, так написано. «За Россию без трусов». Тсс. Кто убил Немцова? Если не знаете, кто убил Немцова, попробуйте на месте его убийства вытащить из кармана детский пистолет. Или запустить петарду, а потом спокойно уехать на машине. Да, конечно. Путин заявил, что мировая экономика рухнет при цене маски не ниже 10 рублей. Хорошо. Это он тогда про нефть говорил, помните, да? В Вене открылись рестораны. В связи с этим всем жителям Вены, всем жителям Вены выдали ваучер на 50 евро для оплаты в любом ресторане Вены. Для стимулирования ресторанного бизнеса. Нифига. У меня кто-то в Вене тут вот писал мне. Расскажите, там из Австрии как? Правда, что ли? Нет? Просто интересно. Первый комментарий. Бюджет у них не треснул? Да. Венедиктов пишет в своем канале, что уже на 24 июня голосование по поправкам намечают. Путин по трупам пойдет, лишь бы свое обнуление протащить. Да. И вот пишет Венедиктов. В АП намечают голосование по поправкам в Конституцию на 24 июня. Баще. Путин заявил, что Россия имеет уникальные виды оружия, вот о чем я говорил, да? Которых пока нет ни у одной страны в мире. Теперь осталось понять, зачем в период пандемии издыхание бизнеса и обнищание россиян нужна эта информация, какой вообще от нее толк. Комментарий. А ему остальное неинтересно. Сидит в бункере и играет солдатиков. Да. О, интересно. Итальянцы создали петицию о запрете въезда в страны Европы Владимиру Соловьеву. Вот это да. И последнее мне понравилось. Заур Алияров пишет. Если снова не переизбрать Владимира Владимировича в президенты, то его могут переманить западные страны. Вот это да. И тут первый комментарий. Если мы не переизберем Путина, то его переизберут солдаты НАТО. Вот такие дела, ребята. Это все на данный час. Все. Ну, опять ахинея. Ну, что я могу сказать? Ну, ахинея. Она и есть ахинея. Всего хорошего. До обеда. Пока. С вами доктор Влад. Сегодня я, может быть, что-то у меня есть мысли по радио кое-что замутить. Меня тут спрашивали, когда будет радио. Будет радио. Пока еще раз. Субтитры сделал DimaTorzok